Да, отлично слышно, презенттор. Здравствуйте, друзья, я бы сказал, коллеги, поскольку для нас вузы не просто источник кадров, но вообще у нас очень много друзей в университетах, и не только в МИФИ, и в Омском политехе, в Нижнем Новом Годе. В общем, у нас, я думаю, что с 20, наверное, вузов мы очень плотно сотрудничаем, а вообще сотрудничаем с сотней университетов разных, и потребности госкорпорации в подготовке кадров в последнее время, я бы сказал, драматически растут. Ну, давайте посмотрим за динамикой. У нас в 2010 году, когда отрасль только начала активно развиваться, даже не было представления о том, с чем мы столкнемся с точки зрения перспектив развития. В отрасли было 226 тысяч человек работало, и мы в мире нашими конкурентами даже не рассматривались с точки зрения серьезной конкуренции. Вот Сергей Владимирович Кириенко, который, так скажем, создавал этот проект 2.0, вытягивал отрасли, он говорил, что коллеги из Франции, из Штатов, из Японии, кто были вендорами в то время, естественно, компания «Ривана», которая, вы знаете, в серии «Стенгаус», они даже не рассматривали «Росатом» как конкурент. Мы через несколько лет стали ведущей компанией в мире по строительству энергоблоков за рубежом. 34 энергоблока сейчас в портфеле у нас, и никто даже близко им не приближается к этому. Во Франции компетенция утеряна, они в «Фламовиль» свои долго не могут достроить, вы знаете, наверное, финлянские проекты у них, да, тоже в очень плачевном состоянии. Есть новые конкуренты, которые у нас подрастают и дышат в спине. Это и Южная Корея, да, с их успешным зарубежным проектом станция «Барака» в Арабских Эмиратах. Это китайские товарищи наши. У них очень сильная финансовая поддержка, да, с межправительскими кредитами, с очень маленькой процентной ставкой, позволяет им заходить в рынок, но у них еще пока сейчас нет серьезной референции зарубежного проекта. Поэтому у нас есть некое окно возможностей, которое позволяет нам наращивать свой потенциал в мире и обеспечивать лидерство «Росатома» на мировой арене ядерных технологиях. Причем сотрудничество ведется по 50 с лишним странам, и в той или иной степени мы участвуем в тендерах, участвуем в продаже своих технологий. Это реакторы большой мощности, это реакторы средней и малой мощности, это научно-исследовательские центры, центры ядерных технологий, они называются, это продажи изотопов, это центры облучения сетево-хозяйственной продукции, это чистка воды и ряд других бизнесов. Это то, что нам позволяет сейчас на мировой арене генерировать прибыль, и наша цель – половину выручки получать за рубежом. Дальше амбициозная задача – это не нефть, да, это высокотехнологичный продукт, и продать его очень сложно. Для того, чтобы его продавать, нужно иметь очень хороший качественный продукт, нужно иметь работать с клиентом, нужно иметь сопровождение, например, помнить, сопроводить двойник от администрации, нужно иметь сопровождение с точки зрения обеспечения и логистических процессов, и финансовых процессов, и даже общественные мнения нужно в стране поддерживать для того, чтобы этот проект реализовать. И наши зарубежные проекты, вы наверное, все знаете, это такие последние, которые вот-вот уже вступят в силу, и если им давать электроэнергию, это проект РУКО в Бангладеше, это турецкий проект АКУИ, это египетский проект Альдаба, Островецкая станция, которая уже работает. Кто-то был на Островецкой атомной станции? Есть коллеги, да, которые уже побывали, очень интересная станция. Меня, честно говоря, поразил такой шедевр, да, современных технологий. Ну, впечатляет. Так вот, и госкорпорации развиваются не только вот в этом направлении, но еще и развиваются на новых рынках. У нас порядка 80 новых бизнесов. Сейчас развивается это и бизнесы, связанные с накопителем энергии, строим завод в Калининграде, или еще вот в центральной части Российской Федерации строят заводы. Вообще нам нужно еще построить 6 завод по производству накопителей энергии для автомобилей, для автобусов. Это и квантовые вычисления, это и искусственный интеллект, это и цифровые решения, да, это пакеты расчетные, это и работа с отходами, мы являемся федеральным оператором по работе с отходами, и очень много сейчас развивается вот в таком химическом направлении, скажем. Это и ветроэнергетика, это и цифровые решения для города, много-много разных направлений, которые дают возможность совершенно по-другому посмотреть на взаимодействие с университетами, и если раньше мы ориентировались на наши основные продукты, да, электроэнергетического направления, да, и сотрудничество с университетами по специальности 14-й группы и 13-й группы, это ядерные физикотехнологии и по электроэнергетике, то сейчас перспектива гораздо шире. Ну вот у нас есть такой инструмент, мониторинг называется, который позволяет оцифровывать всю палитру наших потребностей. На мой взгляд, очень уникальный инструмент, ну, известное излечение, да, вы можете чем-то управлять, если вы это можете измерять. Если вы не можете измерять, ну, тогда все ваши рассказы, в общем, повисают в воздухе относительно того, как вы будете достигать успеха. Вот мы постарались и думаем, что делаем мы это достаточно успешно, оцифровывать наши потребности. Вот в рамках такого цикла мы формируем и прогнозы, и планы по набору выпускников. Ну, вот смотрите, у нас динамика развития наших потребностей, она достаточно красноречива, то, что там после 28-го года немного выполаживается графика, это просто предприятия, не все еще видят контракты после 28-го года. То есть это не значит, что там мы выходим на плату, да, это говорит просто о том, что нет такого динамического роста, исходя из текущих заключенных контрактов. Но по нашим оценкам эти потребности увеличатся еще процентов на 30, на 40, и мы должны будем выйти на объемы порядка 70 тысяч выпускников в вузах и колледжах, которые нам нужно будет нанять до 30-го года. Если говорить по специальностям, ну, 14-й, 13-й группа лидирует, потом, конечно же, цифра, машиностроение. Вот, как ни странно, такой условный кризис до последнего времени, связанный с санкциями, там, да, и перестройкой нашей экономики, привел к тому, что у нас огромное количество заказов. Наши предприятия работают в три смены и не справляются с заказами, которые поступают в наших российских предприятиях. То есть экономика задышала, она начинала прокручиваться быстрее, и вот то наше, так скажем, направление, связанное с развитием своих собственных производств, оно дало как раз вот такой эффект востребованности наших предприятий, наших технологий. Далее можно сказать, что у нас динамика сотрудничества с университетами – это набор из наших университетов-партнеров, достаточно широкий набор из разных университетов, здесь только вот топ-15 вузов, но опять же подчеркну, что это очень такая динамическая картина. Буквально там пару лет назад у нас Томский политех был в лидерах, да, по набору после МИФИ, конечно. Ну, МИФИ, да, она традиционная, наша дружба, подкрепленная еще и родственными связями, у нас филиалы МИФИ, которые в наших городах, в городах годобозвучих предприятиях, сотрудничество с ними дали, и они вообще раньше были нашими институтами подготовки кадров, но потом отдали их в МИФИ, и вот в комплексе МИФИ с его филиалами, конечно же, для нас закрывает порядка 30% всех потребностей, больше, к 40-ка цифра приближается в динамике до 30-го года, остальные там 30-35% мы рассчитываем, что возьмут наши вузы партнеры, а на все остальные останется 20-30%. То есть вот такой пирожок мы для себя спланировали в будущем. По активным потребителям, это, конечно же, концерн «Росэнергоатом», поскольку он является оператором не только для тех атомных станций, которые работают в Российской Федерации, это и строящиеся наши атомные станции, Ленинградская, Повская и ряд других, и те станции, которые будут строиться в Якутии в малой мощности в поддержку северного морского пути. Это станции «Плавучка», которая сейчас в Пивике, знаете, да, атомную станцию, которая на Борже. То есть строим Боржу, загрузим ее в дальний регион, да, где доступ к электроэнергии сложный, потом самолетом туда отправляем топливо, грузим это топливо в Боржу, подключаемых сетям, и она выдаёт там 200-300, там 400 мегаватт электроэнергии, что в общем является достаточно эффективным и интересным не только в России, но и за рубежом способом решения проблем с электроэнергией. Это топливный дивизион, естественно, да, то есть создание новых, ну, нового компонентного топлива, там это и топливо, которое связано с реакторами на быстрых нейтронах, это и топливо, которое перерабатывается в рамках замыкания ядерного топливного цикла, это проект Прагов из Северска, да, был пример, коллеги приводили, зовут СКК, как раз опытная площадка по замыканию ядерного топливного цикла строится там. Ну, относительно того, какие проблемы у нас возникают на вот этом вот пути от школьника к нашему сотруднику, я бы хотел сказать следующее, да, что это ЕГЭ, об этом говорили, потому что это и низкие баллы, и вообще школьники не хотят сдавать ЕГЭ по физике, это и контрольная цифра приема, над которыми мы работаем, особенно по 14-й группе, с Министерством образования и науки, и даже проблема не в том, что нам их не выделяют, нам их выделяют и увеличивают объемы этих контрольных цифр, наверное, больше, чем у кого-либо, да, из других, там, соответственно, отраслей, мы лидеры, наверное, в этом плане, но когда мы разговариваем с университетами, университеты, говорят, потому что мы сами не можем резко увеличить, поскольку у нас нет преподавателей, нет учебных площадей, лабораторий и так далее, да, то есть это комплексный такой процесс, который должен включать в себя много факторов для того, чтобы в совокупности они дали необходимый прирост объемов подготовки по 14-й год по поведенной физике. Это сокращение контингента студентов из-за отчисления, к этому еще вернусь, недостаточная узнаваемость и популярность Росатома как работодателя, ну, что, греха таить, мы там конкурируем с Яндексом, мы даже с Сбербанком и с Нефтянкой и с рядом других отраслей за выпускников, особенно тех, которые хорошо знают физику, и мы должны выиграть в этой конкуренции, хотя там роженальность может быть и больше, ну, больше, наверное, дать, чем Росат, роженальность самого бизнеса. Несоответствие качества образования требований у него отрасли, недостаточное количество студентов на практиках и квалифицированных работах. Недостаточная привлекательность предложения Росатома на рынке труда, над этим можно еще подумать, поговорить, и я буду очень рад, если у вас какие-то идеи на эту тему возникнут, и мы вместе с вами над этим поработаем. В чем вот эта вот логика профориентации, популяризации работы в Росатоме, в чем сила бренда работодателя? Если мы начали говорить о цифрах, то я вам приведу пример, как мы это оцениваем. Смотрим зарплату в среднем по рынку, а дальше, соответственно, смотрим зарплату, которую мы платим выпускникам. И вот эту дельту фактически нам обеспечивает бренд. Если у вас зарплата, которую платите выпускникам, ниже, чем средняя по рынку, то выпускники идут к вам в надежде, что у них будет быстрый карьерный рост, и в конечном итоге они выиграют по сравнению со своими средствниками, поступившими на работу в другие компании. Кстати, относительно того, какую выбрать карьеру, как будет жизненный путь. Сергей Рудленович Кириенко рассказывал из своей жизни истории. Они со своим другом закончили университет. Он пошел работать на завод, судостроительный, а его друг пошел работать в пивной ларьку. Тогда модно было кооперативы, частный бизнес. Но он в пивном ларьке зарабатывал в два раза больше, чем Кириенко. Это его рассказ с Сергеем Рудленовичем. При встрече со студентами рассказывал эту историю. И тот его приглашал к себе. «Посмотри, у меня тут получают большие деньги. Приходи ко мне работать. Все будет хорошо». Но где сейчас тот директор ларька, и где сейчас Сергей Рудленович Кириенко, это как раз говорит о том, что выбор большой зарплаты на начальном этапе это может быть не самое хорошее решение, для выпускника с точки зрения перспектив развития своей профессиональной деятельности. Ну вот эти цифры, они на самом деле для меня очень печальные. И пока даже не очень понятно, что с этим делать. Это падение выбора ЕГЭ школьниками по физике. Ну, коллеги, наверное, это наша общая боль. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Если меня эти цифры просто удручают, ужасают. Надо с этим что-то делать, и очень бы хотел от вас услышать какие-то предложения. А второй риск сильный для нас – это количество отчисленных. Ну вот, если взять там аналитику, вот Антон Борисович, да, Антон Борисович, покажись, пожалуйста. Вот это наш мозг, наш центр аналитики, бросатый по работе с выпускниками, инвеститами, по работе с вузами. Потом такую статистику приводит, что набор 680 человек на специалитете, это 729 коллабориат, и из этого набора 590 отчислено во время учения. Причём отчисления идут в основном на первых курсах, и часто это отчисление не связано с тем, что дети не вытягивают образовательную программу, а связано это с мотивацией. С них нет мотивации дальше учиться. Ну, по своему опыту я знаю, что в принципе таких вот уж совсем слабых студентов не так много, да, вот тупых обычно в университете не много. В основном это ребята, которые либо увлеклись чем-то другим, либо просто влюбились, не знаю, там, или в спортивные секции попадали там всё время, когда им нужно было сдавать зачёты или экзамены, и просто не справляются с требованиями, да, из-за низкой мотивации к учёму. Вот с этим, мне кажется, тоже надо что-то делать, поскольку ребята страдают просто из-за своей, может быть, так сказать, неинформированности, не мотивированности на реализацию профессиональной карьеры. Ну, вот здесь на самом деле представлена такая вот рыжая кривая, это числение из администратуры. Тоже очень интересный факт. Мы видим, что вот с 17-го, там, по 23-й год резкое увеличение, там, почти в два раза. Связано это с тем, с нашей точки зрения, что очень высокая конкуренция с рынком труда. Ну, то есть не очень интересно идти учиться в магистратуре, поскольку ты сразу можешь заработать легкие деньги, быстрее, да, чем после окончания магистратуры. Магистратуры в основном будут те, кто хотел бы себя реализовать либо в науке, либо в высокотехнологичных производствах, там, где нужна выше компетенция. Но это необходимо. Если мы хотим конкурировать, еще и на международном рынке, нам нужны такие специалисты. Нам нужны высококвалифицированные кадры, которые могли бы в дальнейшем составить вот эту вот силу наших российских ядерных технологий. Ну, в основном здесь выпуск вот по годам в магистратуре падает и основная отчисляемость там, математика и механика компьютерно-информационной науки и астрономии. Цифры достаточно серьезные, и вот надо подумать, что с этим делать. Ну, я хотел бы еще с вами все-таки поговорить относительно дальнейшего сотрудничества и, может быть, ответить на ваши вопросы. Значит, где я вижу те основные направления, где бы мы могли бы вместе поработать. Причем это не обязательно только опорные вузы. В принципе, мы достаточно широко работаем с университетами, и многие университеты не являются. Формально не входит в опорные вузы Росатома, но, тем не менее, у нас очень активное сотрудничество идет, например, в Московский государственный университет. Очень много корректов с ними. И даже не столь важно, какой именно вуз, да? Если вузу интересно работать с Росатомом, если есть перспективы и с точки зрения технологии, и с точки зрения подготовки кадров, то вакуум. Все ваши проекты мы с удовольствием рассмотрим, подумаем, как можно их профинансировать, как можно найти здесь перспективы для сотрудничества. Это новые бизнесы. Я бы, наверное, попробовал бы вас как-то познакомить с новыми бизнесами, как это нужно сделать, может быть, не на этой сессии, а в дальнейшем, рассказать коллегам о том, какие направления у нас реализуются, какие предприятия мы сейчас покупаем для того, чтобы расширять наш бизнес. Может быть, мы завтра запланируем? Давайте подумаем. И вам будет интересно? Попросим, Валерий Вячеславович, рассказать нам завтра про новые бизнесы. Вот завтра я, к сожалению, не смогу. У нас сделали чат, большая часть присутствующих в этом чате уже есть. Валерий Вячеславович, мы сейчас подключили в этот чат. Вы можете туда нам какую-то информацию направить. Я думаю, всем будет интересно познакомиться, почитать. Может быть, ссылки интересные. Будет Атам... Да, Наталья Сергеевна. Ой, включите микрофон, пожалуйста. Воспользуюсь Валерий Вячеславович, что напомню. У нас планируется в рамках Атам-Энс по проведению группы-вестала полных вузов в новом бизнесе. Коллеги из Ужаса-Атаму выступят, в Айдане будет выступать. О том, все истории, Валерий Вячеславович... 25-26 марта в Сирию. Как мы проанонсируем, готовы помочь, по фирму участников, а вообще как-то организовать вашу часть. Ну да. Просьба тогда Наталья Сергеевна, там, да, была в аудитории, это очень хорошая, благодатная такая для развития сотрудничества. И если в Сирию кому-то не у нас саботильным причинам попасть, то в дальнейших встреч я бы хотел, чтобы представители наших бизнес-приехали сюда и рассказали вам. Почему-то эти бизнесы, они в очень неожиданных, на самом деле, направлениях развиваются. Я вот у Росатома уже купил несколько вещей, полезных для жизни. Например, клюшку, да. Вот хоккейные клюшки наши выпускают предприятия ЕМАТЭКС, композиты, да, из углеволокна. Сравнился с клюшкой Бауэр, в общем, не сильно отличаются, достаточно неплохие клюшки. Или вот утеплитель для стен, там, да, домов, тоже наших производят. и много таких уже направлений, которые производят продукцию для жизни. Еще одно важное замечание с точки зрения мотивации. Действительно, я тоже, наверное, попал вот в эту, в эту такую гильотину с точки зрения выбора решения дальнейшего своего профессионального пути пришел на первый курс и записался в спецгруппу радиохимиком. А все остальные, там, мои однокурсники, они учились на общем потоке. Ну и все с группой радиохимии начали переходить на общий поток. Ну и я пошел, все пошли, я пошел. Меня запкафедра вызывает, говорит, ну вот, что ты хочешь добиться, да, переходя на общий поток. Ну как? Ну не хочу дальше заниматься радиохимией, там, да, хочу заниматься химией, там. В Московском университете было дело, но то начался со мной разговаривать, ты откуда? Ну, я из города Магинска, ой, да у меня там родственники живут, да у меня там детство прошло, да я хорошо знаю, там. Начал еще что-то вспоминать, там, совместного нашего какого-то общего детства. И меня к себе расположил, потом объяснил, что если я продолжу учиться на спецгруппе, я ничего не теряю. То есть я всегда могу перейти на спецпоток, вернее, на общий поток, но у меня будут те знания, которые я в рамках своей образовательной программы дополнительно получу к общему потоку. Ну, я остался. И там доучился до диплома, потом закончил аспирантуру, защитился, правда, после этого ушел в другую сферу деятельности, но тем не менее, там, вот, судьба меня снова там привела в Росатом, и снова я в какой-то степени занимаюсь проблемами для нас очень важно, чтобы не только на этапе поступления в университет, да, человек имел вот этого руководителя, да, вот этого куратора, наставника, но еще и во время обучения в университете. Вот как это сделать, давайте вместе подумаем. Мы крайне, Толеги, крайне заинтересованы в том, чтобы решить две проблемы. Первая проблема, как набрать лучших в наши университеты, ребят, которые заинтересованы, которые хотят реализовать себя в науке, в сфере высоких технологий, причем не обязательно только в атомной сфере. Вторая проблема, как их у диджет, как их мотивировать, чтобы они и учились хорошо, да, и достигали хороших результатов, и пришли к нам на предприятие, потом работать, и вместе с нами на наших предприятиях соответственно, достигали поставленных задач, да, и завоевывали мировой рынок. Вот две задачи, ну и третья еще параллельная задача, я не знаю, насколько вы погружены в эту тематику, это, конечно же, работа на мировом рынке. Как нам работать с другими странами, как формировать вот эти связи, да, межуниверситетские, для того, чтобы мы могли в дальнейшем выйти на сотрудничество в той же сфере технологии. Вот три задачи, которые бы нам хотелось бы решать совместно с университетами, ну-таки, магистральное направление, и мы с удовольствием готовы рассматривать любые предложения в сотрудничестве. Ну, а сейчас, наверное, вопросы. Давайте вопросы, коллеги, поднимайте руки, чтобы получить микрофон. У вас есть уникальная возможность задать вопрос прямое представителю Росатома, потому что дальше Валерий Вячеславович уедет, и мы с вами будем опять в нашем полоте вариться, и это будут опять другого рода вопросы. Хорошо, да, спасибо. Слушаю вас. Давайте, вот Нижний Новый, у нас так много задает вопрос, давайте, вот, дадим нам слово, да. Спасибо большое. Меня Евгений, это моя зовут, я с тобой буду представлять здесь. Здравствуйте. Вопрос мы следующим, то есть при анализе рынка, поступающих на работу в Росатом, как мне кажется, студенты испытывают риск того, что они в Росатом могут не попасть. И отсюда возникает вопрос, то есть мы, как представители классического груза, СПБГУ, у нас основной работодатель это годбюджетная организация, годбюджетное учреждение. и при подготовке специалистов в области естественно-научно-технических специальностей мы ориентируемся на ФГБУ. Понятно, что выпускники могут попасть в Росатом, да, но уровень подготовки с МИФИ, ну, немножко разный, и они на этом не так интересны. А условия трудоустройства в ГУПы, оно от Росатома отличается, плюс самофинансирование этих ГУПов, оно не позволяет принимать этим ГУПам активное участие в университетской жизни. И отсюда возникает вопрос, то есть может ли этот фактор также дополнительно влиять на снижение интереса обучающихся в школе к физическому знанию, и как можно повлиять на это, например, в том числе со стороны Росатома или административного, да, что естественно-научное образование, естественно-научные специальности, наука в целом государственная тоже важна для того, чтобы развивать вот этот вот ядерный Росатома. Понятно, то есть вы же Санкт-Петербургский гос. университет. Иными словами, вы даете следующее, что для нас высокоинтеллектуальных, для наших высокоинтеллектуальных выпускников зарплата на ваших государственных предприятиях неконкретно способна, да, и они все идут в Яндекс, да, или там, где у Сибу, там, да, или куда-то еще, да, и не попадают к вам. Ну, согласен, да, наверное, здесь есть такая проблема, там, да, мы ее определенным образом решаем, но все-таки для вот таких элитных университетов здесь, наверное, по-другому должна строиться схема взаимодействия. И это может быть даже не общий поток, да, на коронавроводкосли. Это может быть вот там какие-то конкретные проекты, я вам сейчас приведу пример. Вот ровно такая же задача у нас стояла в городе Сарове, да, поскольку федеральный ядерный центр в Сарове это очень большая организация, десятки тысяч человек, работающие над самыми современными технологиями. Это работа в области физики за грани стандартной модели, это сверхмощные лазеры, если с чем сравнить, вот лазер, который сейчас там стоит, да, вот никому не брать, это два футбольных поля, на которых расположены вот эти вот тела лазера, да, и все сводится в одной точке, чтобы зажечь травмоядерный синтез. Да, вот такая цель там стоит, и вот сейчас идет работа над вот этой вот задачей, над решением этой задачки. И коллеги надеются, верим, надеются, что они смогут там зажечь ядерную реакцию, достичь потока нейтронных, то есть у них все так подготовлены сверхмощные магнитные поля, немного других, компьютерные вычисления, там очень много разных направлений, которые там приходится развивать. так вот, там требуют скадры высшей квалификации. И они в первую очередь заинтересованы, у них есть этот поток из МИФИ, там и других университетов, но они в первую очередь заинтересованы в притоке специалистов из МГУ, Питерского университета и контрольной площадки МИФИ, то есть из столичных городов, которые не едут туда, в Сарове. Даже не потому, что там зарплата хорошая, вполне конкурентоспособная, просто здесь перспектив больше, здесь возможностей больше, ну здесь театров больше, дискотек, да, а зато там великая наука. Ну вот что мы делали для этого? Мы задачку по-другому решили, если студенты туда не едут, давайте туда отвезем преподавателей, сделали там филиал МГУ. В Сарове там открытой территории построили филиал МГУ. Пригласили туда лучших преподавателей, и там и академики читают лекции, и наш генеральный директор туда почти каждый месяц приезжает, встречается с ребятами. И вплоть до того, что там дипломник, руководитель диплома был Сергей Александр Михайлович, который в то время был президентом Академии наук, где такого еще научного руководителя сразу найдет. А вот там такая возможность имеется. И у нас после окончания 80 с лишним процентов выпускников пошли работать ядерный центр. То есть это выпускники МГУ. Я думаю, что и для ваших выпускников можно найти те проекты, в которых им будет интересно работать, почему там будут зарплаты хорошие. То есть это точно работает, такая настройка. Это не в общем объеме. Другими словами мы приглашали всех в Сочи на Атомекс принять участие в дискуссии связанной с новыми бизнесом, с трудоустройством и вообще посмотреть на предприятие Росатома. У нас наверное время заканчивается, потому что у нас час 15 уже обед заказан, чтобы он все место. Фиг с ним с обедом. Давайте вопросы сейчас дадим. Еще нам нужно сейчас фотографироваться, пока мы не разошлись все. И я быстро сориентирую по послеобиденному времени, что нужно делать. Давайте вопросы. Благодарю за возможность. Здравствуйте, коллеги. Малерий Вячеславович, здравствуйте. Меня зовут Евгений Стилтон. Я представляю московскую площадку МИФИС в центре суперкомпьютерного моделирования. А под направлением новых бизнесов это плазменные двигатели для малых космических аппаратов. Благодарю вас за информативный доклад и содержательные тезисы, которые были после него. И мой вопрос касается он будет затронут в том числе и в ваших тезисах. Вот продолжаю вопрос коллеги, он тоже с этим связан. Вопрос закрепления студента сначала на тематику, которая важна для Росатома, а затем его интеграция этого студента соответствующую научную группу, соответствующую кадровую группу на конкретном предприятии. Я по мере своих должностных обязанностей еще занимаюсь вопросами профильной кафедры суперкомпьютерных вычислений и понимаю что когда мы говорим о студенте и вот вы показывали трубу студента его путь от школьника до закрепления в Росатом там был отдельным образом представлен блок связанный с НЕРОМ выпускной коллекционной работой учебно-исследовательской работой и я вижу что студентов очень важно уже на первых парах но может быть не на первых курсах на третьем четвертом точно закреплять за конкретной научно-исследовательской тематикой если мы говорим о дальнейшей интеграции этого студента в научную группу шовного его трудоустройства на предприятие Росатом важно чтобы у этого человека был тот же самый куратор была повлеченность этого человека в реализацию деятельности научной группы потому что сейчас у студентов есть выбор куда идти дальше они могут там закончить ВКР для галочки себе поставить эту цель и пойти там в тот же Яндекс и так далее важно студента завлекать привлекать и уделять большое количество внимания причем внимание это требуется как со стороны кафедры во время образовательного процесса так и что крайне немаловажно со стороны вот этой научной группы куда она в последующем может быть интегрирована и понимая что происходит на земле что мы берем конкретные предприятия конкретную научную группу там люди заняты своими должностными обязанностями ну какими-то производственными вещами и заниматься студентом это выделять конкретное время это все время вовлекать этого студента это может быть во внеурочное свое время уделять свои силы энергии и так далее зачастую такого не происходит студенты там приходят на предприятие им дают задачу они эту задачу померят там своих сил возможностей с участием кафедры решают это и редко зачастую редко получают обратную связь от научного руководителя со стороны предприятия но вот постановка проблемы следующая и в связи с этим у меня вопрос ведется ли на стороне уже пост корпорации какая-то работа по мотивации этих научных групп которые будут брать студентов под свое научное руководство интегрировать им в свою деятельность мотивируются ли как-то вот эти вот специалисты которые в основном занимаются производственными задачами перед ними стоят еще задачи кадрового наполнения и если ведется то в каком виде ведется и какие перспективы дальнейшего развития этого вопроса потому что это всегда понятная история про другое строительство студентов со стороны вуза и со стороны предприятия куда этот студент уходит дальше работать благодаря в вашем вопросе уже половина ответа ведется перечислили все ведется но я бы здесь хотел сказать вот если ведется то почему проблема есть если бы хорошо велось то не будут проблемы в чем проблема основная смотрите университет и бизнес они вообще в разных направлениях к сожалению это так почему это не только в России это вообще везде может быть это и правильно но вопрос же стоит в том как конкретного студента сориентировать в конкретном направлении работодателя то есть из множества векторов выбрать именно тот который позволит им вместе двигаться и к всеобщему успеху успеху как работодателя который нашелся хорошего сотрудника так как студенту который найдет себе хорошую перспективу карьерного развития и какие вот мой опыт более чем десятилетняя работа в госкорпорации перед этим я 20 лет с лишним работал в университете над этими задачами и мой опыт показывает что никакими технологиями никакими рекламентами никакими приказами и программными сотрудничествами решить эту задачу если не будет дружбы между сотрудниками компаний бизнесами и преподавателями научными сотрудниками университета не будет ничего люди не получится у них взаимодействие они будут живы по своим принципам и соответственно в своем мире в своем ритме никаким регламентом ты не выстроишь это что хотел сказать что люди не машины нельзя запрограммировать нужно обязательно общаться одно средство это коммуникация это то что мы сейчас делаем это либо нравится либо не нравится не принимают меня в университете так как мне хотелось бы и живут мои незадачи я приехал рассказал все тишина после этого месяц ко мне никто не обращается ничего не предлагаю я поеду в следующий раз в университет ну конечно я поеду зачем мне время терять точно так же как и в университет приезжают показали вот смотрите какая у нас красивая интересная разработка в компании посмотрели сказали ну не подходит идите дорабатывайте коллеги из университета пошли дорабатывайте и пропали ну и так же практически всегда происходит или вот эти соглашения меморандума которые уже просто уже иногда там смотришь на это все и зачем люди время теряют подписывать эти меморандумы после которых ничего не происходит ну ничего ну красиво постояли сфотографировались и все да и год вообще нет взаимодействия у нас Валерий Ильич знаете как говорят у нас это чаще всего про сайты говорят но примерно про это же у каждого проекта у каждого сайта должна быть душа а под душой часто подразумевают человека неравнодушного человек который волнуется который звонит который бегает вот у человека есть такая задача да он вкладывает в эту душу и тогда соглашение меморанду все это будет работать потому что будет некий такой двигатель то что мы называем действительно душа проекта и вот это я тоже Евгения ну наверное и кстати вот времени не много совсем но мне вообще вот этот проект да это мероприятие вот которое Наталья серьезно организовала мне очень нравится спасибо большое я думаю я думаю что мы продолжим сотрудничество если не против да и уже вот конкретные задачки можно то я думаю не против